Всем привет дорогие друзья, с вами я, Xenazos, ииии вы когда-нибудь задумались о том, какая же сторона более балансная? И что будет, если в доте будут драться только крипы? Сегодня проведу тест и мы выявим, какие моменты влияют на доту, если не мешать крипам играть в свою игру. При этом, будет огромное количество информации, которую вы не знали 100%. Эта информация будет о крипах, их усилениях и много факторов, влиящих на победу. Видео получилось не только интересным, но и информативным. Пожелаю всем приятного просмотра, не забудьте поставить лайк и поехали. Что же, для того, чтобы грамотно начать видео, давайте по порядку. Так как наша основная задача видео стоит в том, чтобы разобраться с крипами и пушем, давайте я отвечу на пару вопросов. Кто такие крипы и что такое пуш? Крипы. В рамках доты это юниты, которые постоянно перерождаются с определенным временным интервалом и идут в бой с вражескими юнитами на определенных линиях соприкосновения. При этом всем, крипы имеют определенные скрипты, по которым строится бой. Милишники идут первыми, рейнджевики идут вторыми, но и осадные орудия находятся сзади рейндж юнита. Это стандарт. Ближний и дальний крип перерождается каждые 30 секунд, осадное орудие перерождается в определенное время. Чуть позже я полностью об этом расскажу. Крипы имеют определенное количество урона, здоровья и защиты, которые меняются от некоторых факторов. Меняются они от времени и от уничтожения определенных строений. Думаю, тут понятно. Пуш. Это стратегически важный момент, направленный на частичное или полное уничтожение вражеских строений. Пуш бывает как удачный, так и неудачный. В мире доты без героев это очень важный момент. Пуш складывается исходя из разброса урона крипов и промахов за счет низин карты. Итак, с крипами и с пушем разобрались, можно начинать. За 10 секунд до начала сражения звучит горн в защиту древних и на нулевой минуте по времени выходят первые крипы нулевого уровня, а уровнях также чуть позже. Данные крипы имеют такие характеристики. Милли крип имеет 19-23 урона и 550 хп с защитой равной 2 единицам. Рэндж крип имеет 21-26 урона и 300 хп с защитой равной 0. Урон, как видите, имеет определенный разброс, благодаря которому и выявляется фаворит в будущем пуше. Началась драка, вылетело урона чуть побольше и лайн уже пошел в какую-то сторону. Далее ударяется об тавр с удачным или неудачным пушем, но и так по кругу. Удачный и неудачный пуш. Удачным пушем будет считаться пуш, когда крипы не доходя до вражеского тавра принимают бой в неравном количестве, что позволяет одержать победу в маленькой битве с минимальными потерями и нанести как можно больше урона строению. Неудачным же пушем будет тот пуш, в котором крипы-фавориты, которые идут в атаку, заходят под тавр и принимают неравный бой с вражескими крипами и уже вражеским строением. Естественно, не внося урона по строению, крипы-фавориты проигрывают бой, и крипы стороны, которая атаковала, теперь будут атакованы. При этом тут еще и бывают разные факторы, которые могут повлиять на успешный и неуспешный пуш. Например, все-таки крипы атакующие зашли под тавр, встретили вражескую пачку и начался неравный замес. При этом осадное орудие не заехало в зону атаки тавра и, соответственно, пуш получился неудачный. Или же осадное орудие заехало под тавр и все-таки какое-то количество урона в тавр дошло. При этом всем тавр не имеет права по скрипту уничтожить осадное орудие, пока перед осадным орудием имеются союзные крипы атакующего осадного орудия. Получается, тавр просто неизбежно получает постоянный урон, и пока не расчистить ближних и дальних крипов, разбить кату не может. Надеюсь, по этой теме все понятно. Тайминги осадных орудий. Начиная с третьей минуты появляются осадные орудия, которые вносят дополнительный урон по строению. Тайминги респаунов такие. Третья минута выходит одна каталажка. Шестая минута 30 секунд выходит вторая каталажка. Десятая минута выходит еще одна ката. 13.30 также выходит ката. 17.00 еще одна ката. 20.30 еще одна ката. 24.00 еще одна ката. 27.30 ката. 31.00. 34.30. 38 минут ката. И 41.30 секунд также ката. В целом, если по-простому, то появляются они с интервалом в 3 минуты 30 секунд. Только к 45 минуте появляется еще одна дополнительная ката. И вдвоем они уже идут вперед для того, чтобы сломать строение. Каты имеют усиление, как и крипы, но намного реже. Они усиливаются, если разрушены бараки. Если в стандарте ката имеет 550 хп и 35-46 урона, то к моменту, когда бараки будут разрушены, ее дэмэж становится 51-62 урона и хп остаются неизменными. Каталажки просто усиливаются по урону. И самое время поговорить об усилении крипов. Итак, усиление крипов. Как говорил ранее, с 0 минуты выходят крипы 0 уровня. Они имеют такую составляющую. Перерождаются у нас 4 крипа. 3 милишника и 1 ренж. Милишник имеет у нас урон 19-23, 550 хп и защиту в 2 единицы. Ренж имеет у нас 21-26 урон, 300 хп и защиту равная 0. Самое первое усиление у нас происходит на 7 минуте 30 секунде. И что же меняется? У нас также остается 3 милишника и 1 ренж. Но урон и здоровье теперь другие. Урон милишника у нас такой. 20-24 урона, 560 здоровья и защита равная 2 единицам. У ренжевика же теперь так. 23-28 урон и 310 хп. Защита также равная 0. В целом у нас немножечко возросло здоровье и чуть-чуть подкорректировался урон. Следующее и второе усиление у нас происходит на 15-й минуте. И тут у нас уже добавляется 1 крип милишник. Ну и конечно же корректируется дэмэдж и здоровье. У милишника теперь 21-25 урон, 570 здоровья и защита равная 2 единицам. У ренжевика же теперь 25-30 урона, 320 здоровья и защита равная 0. На 22-й минуте 30-й секунде у нас происходит третье усиление. Милишник у нас теперь имеет 22-26 урона, 580 здоровья и защиту в 2 единицы. Ренжевик 27-32 урона и 330 здоровья. Защита также неизменна. Она равна 0. На 30-й минуте у нас происходит четвертое усиление. Тут же у нас добавляется плюс 1 милишный крип. Меняется дэмэдж и меняется здоровье. Дэмэдж милишника у нас становится такой. 23-27 урона, 590 здоровья и защита равная 2 единицам. Ренжевик же у нас теперь имеет 29-34 урона и 340 здоровья. Защита также неизменна. Следующее усиление происходит на 38-й минуте. Здесь мы не получаем никакого бонусного крипа, но получаем бонус урон и, конечно же, здоровье. Милишный крип у нас теперь имеет 24-28 урона, 600 здоровья. И ренжевик у нас имеет 31-36 урона и 350 здоровья. Защита также не меняется. Две защиты у милишника и 0 защиты у ренжевика. На 45-й минуте у нас происходит усиление 6-го уровня. У нас здесь добавляется плюс 1 ренжевик. И, что самое интересное, рисаются 2 каталажки. Милишники у нас имеют такой урон. 25-29 урона, 610 хп защиты равная 2 единицам. Ренжевик у нас имеет 33-38 урона и 360 здоровья. Защита также равна 0. Я выписал 6 лвлов до 45-й минуты, так как дота в среднем продолжалась у меня до 47-й минуты с крипами. Да и в целом это стандартный тайминг классической доты. Что самое интересное, это то, что крипы усиливаются онлайн. В отличии от усиления разрушенными бараками, где требуется именно новый респаун крипа. То есть, как только наступает указанное время, крипы сразу же получают бонус. Усиливаются мгновенно, независимо от того, где они находятся. Когда же вы ломаете барак, то крипы усиливаются только с реза и получают такой вот бонус. Милишные крипы получают дополнительно 204 здоровья и урон равный 23-27 плюсам. И армор у нас увеличивается на 1 единицу. Рейнжевики же получают у нас дополнительно 223 здоровья и урон 25-26 единиц плюсам. Ну и наконец-таки у них появляется плюс 1 защита. В случае, если вы сломаете все 6 бараков, то появляются мега крипы. Они сразу получают 30 уровень и имеют такие характеристики. Милишный крип имеет 1270 хп, 96 на 104 урон и защита его равна 3 единицам. Рейнжевой крип имеет 1015 хп, 131 на 136 урон и защита равна 1. Если сравнить просто с крипами от бараков, то они весомо прибавили в уроне и хитпоинтах. Каталажки не улучшаются при мега крипах, в отличии от просто сноса лайна, как говорил ранее. Думаю, такую тонкость вы точно не знали. Ну что ж, теперь мы знаем из каких моментов формируется пуш и сила крипов. Самое время посмотреть, какая же сторона более балансная. Проведя эксперимент в виде пяти игр, фаворитом стала сторона... Сторона сентов, где она одержала 4 победы и проиграла всего лишь один раз с коржа. Почему так вышло? Я не знаю, но заметил, что чаще всего сенты сносили верхнюю линию. Очень много было странных моментов по типу вторых атак, не отходя от хайграунда. Так как рядом с хайграундом имеются лоу граунды, там присутствует промах. Где-то за 8 тычек 6 раз промахнулся только что. Из-за этого сейчас этот лайн опять пойдет в атаку, просто посмотрите. Исходя из этих промахов, которые составляют 25%, лайн не мог быть отпушен в обратную сторону и формировалась снова атака, которая добивала товара. Ну и тут уже все становилось на свои места. При этом были и баги, где каталажки с коржей, именно с коржей, тупо стояли и не атаковали, заходя на хайграунд. Тут я вообще этот момент не понял. Визуально лоу граунды, мне кажется, все-таки чуть-чуть различаются по размерам. Это также имеет дисбаланс, который может решить исход. Не говоря уже о расположении второстепенных строений, которые просто дают время на пуш. Например, у с коржей криво стоят зекураты, которые сразу принимают каталажки. Детки заходят по миду от сынтов и не промахиваются, когда с коржей заходят также по миду, но жестко миссуют. Лично я считаю, что это дисбаланс. В целом по победам, как говорил ранее, я заметил, что чаще всего страдает топ, в отличие от других лайнов. В первой игре одержали победу по топу, во второй игре проиграли по топу, в третьей игре выиграли по миду, что очень странно, но в целом, я думаю, что очень многое решили ранние везения по промахам детков. Четвертую игру выиграли также по топу, ну и пятую также по топу и по миду. Если честно, мне самому нравится сторона сынтов, она более балансная в целом и по игре, и для мидера, ну и сынтам можно делать отводы везде, нежели чем с коржам. Так что я лично считаю, что все-таки сенты имеют небольшое преимущество перед скоржами. Не зря же говорят, добро должно побеждать зло. Ну что ж, теперь вы знаете механику крипов и тайминги. Теперь смело можете обвинить того самого деда, который слил мид на промахах в пуше, и отмазаться в очередном поражении. Надеюсь, данная инфа была для вас новой и очень полезной. Я очень сильно постарался в этом видео и очень много потратил времени на него. Обязательно поставь лайк, напиши свой комментарий по поводу того, что тебя больше всего бесит в пуше. Я постараюсь все комментарии прочитать, ну и конечно же отметить. Ну и на этом все. С вами был Ксаназос и до скорого. Дефят слабых крипов. Вот, дедочек стоит, смотрим. Один раз промахнулся, три, четыре, пять, шесть. Очень много промахов. Уже сейчас восьмой. Сейчас промахнется. Восемь. Короче, семь раз он промахнулся за 13 тычек. Это почти половина. И из-за этого лайн опять здесь пойдет сейчас в атаку с Коржовски. Смотрите. И если бы в теории та ката, которая внесла бы урон, ну досюда, хорошо. Сейчас посмотрим. О, выгодный пуш еще будет. Хорошо. Сейчас посмотрим. Сколько, насколько сильно пропушат? Скажи. Слушайте, ну вот здесь вот так вот хп было бы, я думаю. Даже может быть чуть-чуть меньше. Не факт, что это на что-то повлияло бы, но, тем не менее, сейчас этим пушем заход на топ и все ломается. Ну а теперь давайте посмотрим, кто быстрее бьет. Тролль 0.17 секунд. Скорость атаки и юзая мульт. И атакуем. У нас получается 16, 15, 0.13 у тролля скорость атаки. И кто будет быстрее? Алхимик с 0.20 или тролль с 0.13? Ну-ка, сейчас мы это посмотрим. Мы юзаем мульт на алхимики и алхимика 0.12. Алхимик немного быстрее бьет, нежели чем тролль. 0.15, 0.13. На 0.1 секунду. Алхимик быстрее. Кто бы мог подумать. Ну, это такой интересный тест. Лайк, подписка. Продолжение следует... Продолжение следует...